Приветствую вас! Накануне продюсер сообщил, что закрывает лейбл Мальфа. Максим Фадеев попрощался со всеми артистами, с которыми сотрудничал не один год. Все песни, записанные во время работы с композитором, остались за его эксподопечными. Однако певица Наргиз и Олег Майами не смогли воспользоваться этими привилегиями. Артисты негативно высказывались в адрес наставника и расстались с ним не на дружеской ноте. Максим признается, что буквально слепил из Наргиз новую звезду, заставил ее носить платье, быть женственной, вести себя как леди. Наргиз – это караоке-певица, я постарался сделать из нее личность, говорит Фадеев о подопечной. Артисты лейбла часто обсуждали отношения продюсера с Ольгой Серебкиной, выступающей сейчас под псевдонимом Молли. Лена Темникова, много лет назад ушедшая от Максима со скандалом, утверждала, что те не раз спали вместе. А Наргиз говорила позднее, что многие вопросы в Мальфа решает именно Серебкина. «Они мстят мне за то, что не стали моими музами. То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, повредило нам. Ей в отношениях с ее парнем, а мне с женой. Мы должны были объясняться перед близкими», – рассказал мэтр. Ольга Серебкина много лет писала тексты для лейбла Фадеева. Именно ей повезло больше всех. Теперь она сможет исполнять не только песни, которые входят в ее сольную программу, но и те, что пела группа Серебро. У нее давно своя жизнь и личная. Я не вправе о ней говорить, так же, как и о личной жизни других моих артистов. Я отдал весь контент всем, кроме Наргиз и Майами. Вся музыка группы Серебро отдана Ольге. И теперь она поет и Молли, и Серебро. Это все ее, потому что это были ее мысли. Это было наше совместное творчество», – отметил Фадеев. По мнению композитора, уходят со скандалом только те, кто больше всего имел и получал меньше всего отказов. Не секрет, что в последнее время дела у Мальфа шли не очень. Фадеев решал проблемы со здоровьем. Во время его отсутствия компания терпела большие финансовые потери, пока мэтр не торопится создавать новую команду. Однако он заявляет, что в новом лейбле он будет работать лишь с уникальными артистами и ориентироваться на мировой рынок. Субтитры создавал DimaTorzok